Забой свиней в домашних условиях Каждому животноводу, имеющему свое подсобное хозяйство, приходится сталкиваться с такой процедурой, как забой свиней. Существует несколько проверенных временем методик для совершения таких действий, но даже, несмотря на это, с развитием технических средств изобретаются новые способы. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки, осознать которые можно только в процессе практического применения. Именно поэтому каждый хозяин индивидуально для себя выбирает способ забоя и совершенствовать его. Подготовка свиней к забою Как правильно зарезать домашнюю свинью и получить сало и мясо высокого качества? Перед забоем хрюшек хорошо откармливают, следят за состоянием их здоровья. Только в этом случае можно получить из них качественную и вкусную конечную продукцию. Забой животного можно производить уже через 4 месяца после рождения для обычных белых свинок, однако самый оптимальный возраст для этого 10 месяцев. К этому моменту масса тела поросенка уже достигает 135 килограмм. Некоторые хозяева предпочитают откармливать своих питомцев подольше, чтобы получить больший выход продукции. Если потребителю не по душе очень жирное мясо, либо он не является почитателем сала, то забой хрюшки лучше произвести в возрасте полугода. Когда ее вес достигает около 100 килограмм, а прослойка жира не толстая. Подготовка свиней к забою В настоящее время популярность набирает вьетнамский поросенок, прославившийся своей скороспелостью. Его забивают в возрасте до полугода, потому как дальнейшее содержание является нерентабельным. Чем больше живой вес животного, тем больше на выходе получится сало и мясо. Нельзя производить убой свиноматок, находящихся в охоте. Их мясо имеет очень неприятный вкус и запах, который нельзя удалить даже с помощью кулинарных хитростей. Внимание! Если свинка будет находиться в охоте, то надо подождать неделю, только потом отправлять ее на убой. Определить то, что хрюшка будет гулять, можно по характерным признакам. Ее поведение резко изменяется, животное становится беспокойным, ухудшается аппетит, появляется агрессия по отношению к своим собратьям. Соски набухают и слегка краснеют, половая петля увеличивается в размере, проявляется частая моча и спускание. Свиней с признаками каких-либо заболеваний ни в коем случае нельзя отправлять на убой. При обнаружении первых признаков болезни, ухудшения аппетита, либо потери активности надо сразу же обратиться за помощью к квалифицированному ветеринарному врачу. Если обнаружится опасная инфекция, то проводят предубойный курс лечения, либо приходится вынужденно забивать животное, а тушу утилизировать. Употребление сала и мяса от такой свиньи небезопасно для здоровья. В случаях, когда режем домашнюю свинью для продажи, потребуется обязательно провести ветеринарный осмотр. Это делается даже в тех случаях, когда животные выглядят совершенно здоровыми, а условия их содержания идеальные. Как итог хозяину выдается справка, которая после прохождения санитарно-ветеринарной экспертизы позволяет реализовывать продукцию. Когда забой производят для удовлетворения личных потребностей, осмотр свиней и ветеринаром проводить не обязательно. Внимание! Нельзя забить хрюшку сразу после прохождения курса лечения антибиотиками, либо после вакцинации, поскольку они имеют свойство накапливаться в мясе. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, необходимо заранее начать готовить не только инструменты и место для убоя, но и саму хрюшку. Кормить ее перестают за 12 часов, поить за 3 часа до забоя. Это позволит очистить желудок и кишечник, в результате чего минимизируется риск испачкать мясо в процессе разделки. Однако больше указанного времени морить животное голодом нельзя, поскольку оно будет кричать, получит стресс, отчего значительно ухудшаются вкусовые качества мяса. Убои домашних свиней производят на чистой и сухой площадке, защищенной от пыли и ветров. Нельзя производить работы вблизи свинарника, где обитают другие животные. Они ни в коем случае не должны учуть запах крови и увидеть всю процедуру. Идеальным временем для забоя является осень. В этот период уже нет сильной жары, мух и пыльных бурь. Можно выполнить процедуру зимой, если подобрать не очень морозную погоду. В противном случае могут возникнуть проблемы с разделкой тушки. Разделка забитой свиньи производится на ровной поверхности. Можно соорудить деревянный щит, либо приспособить стол небольшой высоты. Также следует подготовить инструменты и приспособления к бечевке, либо очень прочные веревки для фиксации свинки, тара для сбора крови и субпродуктов. Инструменты газовая горелка, либо паяльная лампа, чистая ткань, хорошо впитывающая жидкость, узкий длинный нож с негнущимся лезвием, несколько солома, вода комнатной температуры. На заметку, если свинья содержалась в домашних условиях, то мыть ее перед забоем нет необходимости. Предварительно стараются менять подстилку и своевременно очищать помещение, чтобы на шкурке оставалось как можно меньше грязи. Классические методы убоя свиньи. Как зарезать свинью, чтобы качество сала и мяса было на высоком уровне? Существует несколько методик для того, чтобы произвести забой свиней в домашних условиях. Прежде всего, животное выводят из огона либо сарая. Если оно отказывается выходить, либо делает это неохотно, то использует приманку в виде любимого лакомства хрюшки. Как только свинка окажется в нужном месте и обвязывают веревки обе ноги, затем пропускают веревку под брюхом и резким движением сваливают тело на землю. Закалывание ударом между ребер, удар ножом между ребер должен быть произведен таким образом, чтобы попасть в сердце свиньи. С первого раза проделать это достаточно сложно, поскольку приходится не только рассчитывать с точности силы удара, но еще наверняка знать, куда бить. При отсутствии опыта лучше не прибегать к этой методике, поскольку животное может разозлиться, стать агрессивным и представлять опасность для человека. Пользуются этим способом опытные специалисты. Закалывание ударом между ребер, внимание. Эта технология имеет небольшой недостаток, часть крови скапливается в полости грудины и легких, потому впоследствии ее придется вычерпывать вручную. Как правильно колоть свинью? Забой производится в следующем порядке. Свинью поваливают на правый бок и фиксируют при помощи веревок. Между третьим и четвертым ребром делают прокол острым ножом с длиной лезвия не меньше 30 сантиметров. Лезвие должно быть тонким, орудие не вынимают до тех пор, пока животное не утихнет. После этого его нужно протереть чистой тряпкой. Закалывание через шейную артерию как заколоть домашнюю свинью, чтобы она не мучилась, а качество исходного продукта осталось хорошим. Забой через шейную артерию в домашних условиях является более простым и безопасным способом. Хрюшку располагают ногами вверх, под низ устанавливают посудину для сбора крови. Прокол осуществляют с помощью острого ножа на расстоянии 2-3 сантиметра от левого уха. Сразу после этого хрюшку переворачивают на бок, удерживая крепко за правую ногу и стараются как можно сильнее прижать к поверхности. По мере того, как тушка обескровливается, животное умирает. Эта методика подходит для забоя небольших пород свиней. Менее распространенные способы убоя. Как правильно зарезать свинью и обезопасить себе и окружающих. Развитие технических средств в современном мире позволяет использовать их при забое свиней. Так электрошокер целесообразно применять для убийства крупных и сильных хряков, представляющих опасность для человека. Сначала электрический ток в виде разряда оглушает животное, затем как можно быстрее прокалывает ему сердце либо сонную артерию, обеспечивая стоп крови. Самым чувствительным местом, куда надо стараться попасть шокером, является шея. Интересно, как именно убивают свиней, не подпуская их близко к себе. Иногда для забоя применяют огнестрельное оружие, однако это не только опасный метод, но и нецелесообразный. Почуяв опасность, поросенок начинает убегать. При попытке застрелить его могут пострадать не только другие животные, но и люди. Кроме того, данная методика значительно усложняет обескровливание тушки, качество мяса сильно ухудшается. Менее распространенные способы убоя как режут маленьких поросят. Как правильно зарезать поросенка? Способ забоя молодого хрюшки зависит от его размеров. Если он еще молочный, то процедуру производят проколом в шею, предварительно уложив свинку на стол либо табурет. Животное почти не ощутит боли, кровь сойдет быстро. Более крупных особей забивает по такой же технологии, что и взрослую свинью. Первичная обработка свиней. Чтобы кровь со свинки лучше стекала, можно подвесить тушку за задние ноги и оставить в таком положении на 5-10 минут. Далее приступают к первичной обработке хрюшки. Надо до черноты опалить шкурку, чтобы избавиться от грубой щетины. С головы до ног проходят паяльные лампы и сначала по одной стороне туши, потом аналогичным способом обрабатывается вторая сторона. Обжиг производится равномерно, чтобы по всей площади тела образовался равномерный черный слой. Внимание! Не следует долго держать огонь на одном месте, чтобы не допустить растрескивания кожи. Брюхо обжигают не столь интенсивно, как спину, поскольку кожа там нежная и легко может растрескаться, в результате чего будет затруднена. Дальнейшая ее очистка и заметно подпортится товарный вид. Опытные свиноводы производят обжег шкурки с помощью соломы, чтобы придать конечному продукту оригинальный вкус. Для этого тушку откладывают чистой отборной соломой без лишних компонентов и поджигают. После завершения обжига свинку как следует надо помыть и очистить. С целью облегчения процедуры тело накрывают плотной тканью и поливают сверху горячей водой. В результате шкурка отпаривается, очистить ее будет не так сложно. Ткань держит на теле свиньей около 5 минут, после чего начинает аккуратно соскабливать нагар и грязь с помощью тюкового ножа. Всю процедуру проделывают максимально осторожно, чтобы не повредить тонкую кожицу. Постоянно поливают водой на свинку, чтобы лучше убрать загрязнение. Перед разделкой стараются замотать тушку в старое одеяло и дать ей хорошо пропариться, чтобы шкурка оставалась мягкой и в дальнейшем хорошо резалась. Первичная обработка свиней и лучшее время убоя свиней. На заметку, сколько растет домашняя свинья перед тем, как отправиться на убой. Время от корма ее зависит от выбранной породы. Вьетнамские хрюшки набирают массу всего за полгода, обычные белые поросята способны вырастать за 9-10 месяцев. В этом случае выход готовой продукции будет наибольшей, ее качество наилучшие. Если хозяин не ставит целью получить с животного сало, а жирное мясо ему не по вкусу, то забой можно осуществить и в возрасте 6 месяцев. Лучшим временем для убоя свиней считается осень. В этот период уже нет сильной жары, мухи и прочие насекомые не досаждают работать максимально комфортно. Можно зарезать хрюшку и зимой, но в этом случае придется подбирать погожий и не очень морозный денек. В противном случае тело свиньи будет быстро застывать и разделывать его станет затруднительно. Если необходимо осуществить забой в летнее время, то лучше делать это рано утром, не позднее 5 утра. В этот период еще не очень жарко, активность мух и насекомых минимальная. Завершить работы надо до полудня, в противном случае мясо может успеть испортиться, употреблять его в пищу будет нельзя. Каждый хозяин, решивший заняться выращиванием свинок в своем хозяйстве, рано или поздно сталкивается с процедурой их забоя. В целом здесь нет ничего сложного, но неопытному новичку, не имеющему представления о том, как режут свиней, без посторонней помощи обойтись не получится. Поэтому предварительно нужно найти опытного помощника, который будет контролировать ситуацию и давать советы в нужный момент. В дальнейшем проводить все работы можно будет уже своими силами. Хотя еще не так давно за обои домашних хрюшек представлял собой едва ли не праздник, на котором собирались ближайшие родственники и друзья, в завершение организовывалось шумное застолье. 0.0 в от артикле ратинг. 0.0 в от артикле ратинг. 0.0 в от артикле ратинг.